Сметенье вы мою и грусть, мой сон что помню наизусть, вы вдвоем, вы не со мною, мое... Лайма Вайкула, никогда не откажусь от русского языка. Такова тема нашего сегодняшнего 308 выпуска новостей в рамках постоянной рубрики «Мартовские иды» на канале Март Лайф. В Риге состоялся концерт, в ходе которого должна была прозвучать песня «Скользкие улицы» в исполнении латышской группы «Прата Ветра». Раньше этот коллектив без проблем исполнял популярный хит. Однако с недавних пор группа «Прата Ветра» не поет на великом и могучем русском языке. И тогда песню «Скользкие улицы» на русском языке исполнила Лайма Вайкула. Ее тут же назвали предательницей. И это еще мягко сказано. Сейчас в интернете Лайму Станиславовну поливают кто во что гораст. Парадокс в том, что еще недавно артистка полностью решила отказаться от русского языка. Она даже обратилась с новогодним поздравлением сугубо на латышском. С Рождеством она тоже поздравила на латышском языке. Свой отказ от русского она объясняла тем, что ей морально сложно продолжать использовать этот язык. Однако вскоре дошло, что если поставить крест на русском языке, то можно попрощаться со своей творческой карьерой. Ведь не секрет, что главные хиты написаны на великом и могучем. Характерный пример – вернисаж, который Лайма исполняла с Валерием Леонтьевым. Правда, нужно было как-то обосновать возвращение к русскому. По словам Лаймы Станиславовны, тут ей помогли артисты с Украины. Когда они прибыли в Юрмалу на фестиваль-рандеву с Лаймой Вайкулой, то поняли, что украинский язык, к сожалению, мало кто понимает. Ну а раз гости с Украины поют на великом и могучем, то хозяйке мероприятия сам Бог велел это делать. Так и произошло возвращение русского языка. Я хочу поздравить своих друзей, публику мою, поклонников с Новым годом. И хочу вам пожелать, пусть всю нашу планету укутает одеяло добра. Парадокс в том, что сегодня Лайма Станиславовна яростно защищает язык Пушкина, Достоевского, Толстого, ну и так далее. На днях она дала интервью государственному латвийскому телевидению. Ее ответы опять же шокировали латышскую аудиторию. Лайму Станиславовну снова начали называть предательницей, ну и так далее. В самом деле заявления шокирующие. Не надо трогать русский язык, отметила артистка. Я считаю, нет ничего плохого в том, что мы говорим на русском. Чем больше языков знает человек, тем даже лучше. Хотя, призналась Лайма Станиславовна, мне страшно поднимать этот вопрос. Потому что сразу скажут, Лайма за русских. Да, правильно, так сразу и сказали. Примечательна такая фраза, высказанная в интервью латвийскому телевидению. Стоит ли людей, которые не выучили латышский язык, пытать? На чьей совести будет, если, например, человек, сильно переживая, перенес инфаркт? Мне очень жалко русских людей, над которыми фактически издеваются. Ну, понятное дело, речь идет о карме. Если сделал кому-то гадость, то потом это может отозваться на тебе и на твоих близких. И даже на твоих потомках. Поэтому лучше ничего плохого не делать людям. По словам Лаймы Станиславовны, еще в 90-е годы была совершена чудовищная ошибка. Латвийское государство оттолкнуло русских. Свободная и независимая Латвия, вместо того, чтобы пойти им навстречу, скажем, дать гражданство, ну и так далее. Вместо этого латвийское государство всячески притесняло русских. И тем самым их действительно оттолкнуло. Я считаю, отметила Лайма Станиславовна, что не надо бояться русского языка. Русский язык ничего никому плохого не делает. Бояться нужно плохих людей, говорящих на любом языке. Бояться надо злых и плохих умыслов, подчеркнула артистка. По словам Лаймы Вайкулы, из Латвии уехало уже столько народу, что оставшиеся в республике должны объединиться. И совершенно неважно, на каком языке они говорят. Ведь так печально, что из Латвии уезжают талантливые и хорошие люди. Эту мысль Лайма Станиславовна особенно подчеркнула в интервью латышской газеты «Недкарига Авизе», то есть независимая газета. По словам исполнительницы, такое ощущение, что Латвия вернулась в 90-е годы. Сейчас все идет по второму кругу. Да, помнится, тогда в 90-е годы люди боялись говорить на улице даже на русском языке. Запросто могли подойти, нагрубить, ну и так далее. Согласитесь, все эти утверждения по поводу русского языка весьма примечательны. Особенно в свете того, что Лайма Станиславовна наговорила в последнее время. Насчет того, что она кормила весь Советский Союз. А еще наговорила, зачем нам Пушкин в Риге, ведь он не писал стихи на латышском. А у памятника бойцам Красной Армии, освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, якобы собирались одни только пьяницы. В общем, чего только Лайма Станиславовна не наговорила за последнее время. И тем не менее, конечно же, отрадно, что она не забывает великий и могучий русский язык. Как раз на нем будут петь гости предстоящего Юрмальского фестиваля «Рандеву». Вот и получается, что великий и могучий по-прежнему является средством межнационального общения. Как говорится, всем чертям назло. Итак, ну, уважаемые зрители, вы смотрели 308-й выпуск новостей в рамках постоянной рубрики «Мартовские иды» на канале Март Лайф. Тема выпуска такая – Лайма Вайкула. Никогда не откажусь от русского языка. Как всегда, напоминаем, что вы находитесь как раз на русском канале. У нас много видео на самые разные темы. Смотрите их, отсылайте друзьям и знакомым. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Кроме того, задавайте нам вопросы, мы обязательно на них ответим. А на сегодня, уважаемые зрители, у нас все. До следующих встреч. Пока!